Есть у Тихона Задонского чудное произведение, в котором Сын Божий беседует с душой человеческой и говорит ей такие слова. Зачем ты, человече, меня оставил? Зачем опять к врагу моему обратился? Что ищешь ты такого, чего нет у меня? Богатство ищешь? Я богаче всех. Силы ищешь? Я сильнее всех. Ищешь премудрости? Я премудрость Божия. Ищешь друга? Я никогда не изменяю. Красоты ищешь? Я красивее, по-славянски, краснее всех сынов человеческих. Тихон Задонский убедительно доказывает нам, что Христос есть Альфа и Омега, начало и конец. К Нему влечется сердце наше, и нет в мире ничего того доброго, о чем бы мы томились и тосковали, чего не было бы у Христа. Слова о том, что Он красивее, краснее всех сынов человеческих, взяты из Псалма 44. О нем сегодня наш рассказ. Псалм 44 озаглавлен как песня о возлюбленном в славянском переводе и как песня любви в переводе русском. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебе Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим сильной, славою твоею и красотою твоею. Есть в Псалме слова, касающиеся апостолов. Вот они. Остры, стрелы твои, народы, падут пред тобою. Они в сердце врагов царя. Это сказано об апостолах, потому что именно апостолы, как сильно пущенные умелой рукой стрелы, разлетелись во весь мир с проповедью и в сердце поразили мысленных врагов. Есть в Псалме слова, выходящие за пределы формальной логики и вводящие нас в область таинственного. Вот они. Ты возлюбил правду и вознавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, боли участников твоих. Что значит помазал тебя Божий Бог твой? Неужели есть два Бога? Слова сказаны в Ветхом Завете, в те времена, когда все Писание строго подтверждало главную правду – единобожие, единовластие. И таких цитат в Писании наберется еще несколько. Так, рассказывая о гибели Содома и Гоморы, Писание говорит, «Пролил Господь от Господа огонь на Содом и Гомору». Господь от Господа. В одном из псалмов говорится, «Рече Господь, Господи-ве моему, сиди, одеснуй меня». О чем здесь говорится? Говорится о том, что еще в ветхие времена постепенно мысль людей предуготовлялась в тайне Святой Троицы. «Бог един по существу, но Бог не одинок, а к личности. Если Бог – это ум, то у Него есть Слово. Если Бог – Отец, то у Него есть Сын. Причем Сын во всем, равный Своему Отцу – в вечности, в славе, в могуществе». Говоря о Христе, псалом не забывает и о Божьей Матери. Каждый раз, когда мы совершаем богослужение в честь Богородицы, мы говорим слова из псалма 44-го. Например, «Помяну имя Твое во всяком роде и роде», или «Слыши, тщи и виждь, и преклони ухо Твое», или «Предста царица одесную Тебе в визах позлощенных, одеяно приукрашенно». Все эти слова церковь усваивает той, которая родила Христа. О ней говорится, что вся слава ее, слава дочери царя, внутри, в глубоком, кротком и смиренном сердце. Сама Богородица, пропевшая однажды свою известную песню великую «Величь душа моя Господа», сказала, почти что повторивши слова 44-го псалма, что за смирение презрел на нее Господь, и отныне ублажат ее все роды. Псалом 44-й – это настоящая песня. Одна из тех песен, которые украшают нетленный божественный сад, в котором мы с вами так часто встречаемся, который веселит нас и никогда не перестает приносить плоды. До встречи в этом саду! Субтитры создавал DimaTorzok